Линии держим, точки держим, главное углы взять, чтобы все, и улыбаться, спину держать. Вам понятно? Да! Все, три, четыре, восемь! Ребятам из студии «Надежда» Ленинского городского округа 8-9 лет. Они настроены на победу в третьем областном конкурсе хореографического искусства «Азбука танца» в номинации «Народный танец». Все участники посвятили выступление Году культурного наследия народов России и приближающемуся Дню космонавтики. Юные танцоры подготовили заторный танец «Рашидат». Два дня на сцене Центрального дворца культуры не смолкал звук детских каблучков. 63 творческих коллектива из 19 муниципальных образований, более 700 участников. На кону 27 призовых статуэток, по 9 на каждую из трех номинаций. Борьба за гран-при в «Народном танце» развернулась во второй заключительный день. На сцену вышли 300 конкурсантов от 6 до 12 лет. Конкурсная программа продолжалась на протяжении двух часов. Номера сменяли друг друга. На сейчас наступила пауза. Жюри ушло на совещание и через несколько минут объявят победителей. Вот так эту паузу проводят дети. Весело и тоже в танце. Организатор азбуки танца Дворец культуры Меничкалова приглашает в жюри авторитетных специалистов, доцентов из хореографических институтов Москвы. Молодость и красота, которые были на сцене, они просто вселяют в нас уверенность, что наша молодежь умная, красивая, танцующая. Поэтому надежда на эту молодость у нас всегда была и будет. Гран-при конкурса увезла с собой детская танцевальная студия «Боярышня» городского округа Истра. Ребятам из деревеньки Кострова, которые впервые приняли участие в конкурсе, их дебют удался. Мы на конкурсе вообще первый раз, вот эти именно детки. До этого, разумеется, с другими ездили. Но эти детки первый раз на конкурсе и сразу вот так все хорошо, удачно. Ура! У вас был народный танец, да? Да! А что для вас народный танец? Для тебя что это? Ну, это очень красиво. Это яркие платья, красивые одежды, эмоции, радость. Знакомая нам студия «Надежда» получила диплом первой степени. Щелковцы тоже в числе лауреатов. Отличился коллектив Натальи Бесель «Радуга» Центрального дворца культуры. Две награды – дипломы первой и третьей степени – у образцового хореографического коллектива «Аленка» Дворца культуры имени Чкалова. Народный танец – это дух народа. Без танца и не будет духа, называется. И девочки, когда учат народный танец, тем более русский, видите, у нас сплошной русский народный танец. Вы знаете, мне кажется, они понимают смысл жизни, они понимают, где они живут. Мы всегда любили танцевать. Ну и здесь, конечно, имеет место детское творчество, потому что вот именно возраст с 6 лет до 12 охватить как можно больше. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...